Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. Сегодня в Никифоровском районе проходит фестиваль школьных агитбригад «Здоровая еда, здоровое поколение». И коротко о погоде. Мы не теряем надежды на наступление морозной зимы. А наш телегир продолжает репортаж доктора Пилюлькина. Я на днях посетил Никифоровскую школу номер один. Ученики этой школы рассказали мне, что их столовая славится блюдами здоровой кухни. Я не успевал записывать их впечатления. У детишек было столько положительных эмоций. Мне очень нравится наша школьная столовая. Наши повара готовят вкусные блюда, в которых много витамина. Мы получаем здоровое и разнообразное питание. Как нужно правильно питаться? Что нужно есть, чтобы прожить дольше? Я думаю, что правильное питание – это фрукты, овощи и, конечно, кашу. Какие напитки вы считаете полезными для здоровья? Компот. Кофе. Чай. Сок. Молоко. Кока-кола. Сейчас мы узнаем свойство газированного напитка, а точнее Кока-кола. Прошу вас в лабораторию. КОНЕЦ. 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 Задумайтесь, что происходит с Коко-Колой в вашем организме, и стоит ли ее пить вообще? КОНЕЦ. КОНЕЦ. Правильное питание – залог здорового будущего нашей молодежи. Сделайте свой выбор. Я, доктор Калюзкин, желаю вам пополнять ряды правильно питающихся здоровых людей. Всем приятного аппетита. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Наша программа продолжает художественный фильм «Здоровое питание. Выбор молодых». Приятного просмотра.